Ровно 30 лет назад, в августе 1992 года, депутаты Верховного Совета Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вели военное положение на территории региона и объявили всеобщую мобилизацию. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вышел на новый виток эскалации. С распадом СССР союзной властью уже не контролировали противоборствующие стороны, которые получили возможность использовать вооружение, оставленное советской армией. Первая Карабахская война, которая продлилась до мая 1994 года, унесла жизни более 30 тысяч человек. Более миллиона человек сделало беженцами. Если мы посмотрим на историю отношений между армянами и азербайджанцами, то мы увидим, что наибольший пик противоречий, напряженной обстановки, он приходится уже на 20 век. А именно связан с событиями революционной эпохи, когда, собственно говоря, и формировалась новая политическая карта и решался вопрос о том, какой из советских республик должен ходить на горный Карабах. Советская власть на долгое время смогла стабилизировать обстановку и сдерживать конфликт между двумя нациями. Но спустя время, после распада Советского Союза, противоречия вспыхнули с новой силой. Одну из фаз конфликта мы можем наблюдать в начале 90-х годов, которая получила название Карабахской войны или армяно-азербайджанского конфликта. Если брать суть этой войны, то это война, которая включает в себя, во-первых, конфликт за территорию, чей состав, в какого государства, заходить в территорию Нагорного Карабаха. Во-вторых, она включает в себя элементы межнациональной розни между армянами и азербайджанцами. Ну и, в-третьих, уже как косвенный элемент, она имеет также определенные религиозные аспекты, поскольку азербайджанцы мусульмане, а армяне христиане. Нерешенный постсоветскую эпоху вопрос до сих пор остается открытым. И вряд ли мы можем сейчас рассчитывать на положительный исход военных действий. Договорятся ли стороны о мире и кому достанется Нагорный Карабах, покажет время. Елизавета Никитина, Универньюс.